Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о послании к евреям, мы обратимся сейчас к седьмой главе. Итак, автор послания уже до седьмой главы говорил о Христе, как его первосвященнике, по чину Мелхиседека. Но для него, по-видимому, и, вероятно, для его читателей, это очень важное тело, важный образ. Поэтому он посвящает этой теме большой фрагмент для того, чтобы разобраться и по возможности свои взгляды, то, что он пытается до читателя донести, как-то структурировать и обосновать. Для начала он сравнивает Мелхиседека с левицким священством. Стало быть, Мелхиседека – это некий царь Салима, имя, которое переводится как Мелех Цедека – царь правды, царь праведный. На самом деле, царь праведный или правды. Тут разные, в зависимости от предпочтений авторы выбирают тот или другой вариант. А на самом деле, конечно, там и правда, и праведность одновременные. Вот некий человек с именем нарицательным в сущности, который появляется непонятно откуда, без всякой предыстории. Ну, вот такой персонаж в книге «Бытие». Надо заметить, что автор послания к евреям делает глубокомысленные выводы из того факта, что Мелхиседек как персонаж появляется без происхождения, предыстории, рассказа о кончине, о рождении, биографии. И вот просто появился, и все. И он из этого факта делает выводы, как будто бы составители книги «Бытие» в самом деле все это имели в виду. Очевидно, что, конечно, нет. Но вот автор послания к евреям воспринимает текст как некоторый вот такой вот целенаправленный месседж. На самом деле все еще сложнее и даже гораздо сложнее. Но вот читая послания к евреям, это важно помнить, что это такой экзегетический метод, который, в общем, не всегда хорош, часто не безупречен. И когда мы читаем плоды вот такой буквалистской экзегезы, в общем, иудейской, конечно, в первую очередь по своему происхождению, их читать надо с некоторой осторожностью. Ну вот, тем не менее, он говорит, вот Милхиседек, царь Салима, он встретил Авраама, Авраам дал ему десятину, и Милхиседек Авраама благословил. А вот Левицкое священство, которое установлено по завету Синайскому, и, соответственно, члены Левицкого священства, священство из сынов Ливийных, имеют заповедь брать десятину с народа, а вот Милхиседек со своих братьев. А Милхиседек берет десятину с Авраама, который ему не брат и не его народ. Значит, для автора, что Левицкое священство пониже, они берут десятины и благословляют только членов своего народа, а священство Милхиседека, то, как он действует, то, что он совершает, то, что он значит, в том, что он берет десятину совсем постороннего человека с Авраама и благословляет тоже совсем постороннего человека Авраама. И при этом еще Милхиседек, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, пребывает священником навсегда. То есть из того факта, что все это не рассказано о Милхиседеке, автор послания к евреям делает вывод, что он, подобно Сыну Божьему, пребывает священником навсегда. Ну, вот такое понимание. Для нас, наверное, важно, в конце концов, не сам по себе экзогетический метод автора послания к евреям и те или иные нюансы его выводов, сколько все-таки общая картина. Вот автор говорит следующее, что когда Милхиседек благословлял Авраама, Левий, от которого идет левицкое священство, уже был в чреслах про отца своего Авраама. Такая вот генетическая теория древности, она была популярна едва ли не до середины XIX века, поэтому нечего удивляться, что все потомки содержатся в теле предка. Поэтому автор послания к евреям рассуждает так. Вот Милхиседек благословляет Авраама. В чреслах Авраама в это время уже Левий, который еще не родился вообще. Но значит, Милхиседек благословляет не только Авраама, но и все его потомство, в том числе Левия и левицкое священство, а меньшее благословляется большим. Вот на этом основании, с известной формальностью, конечно, автор послания к евреям делает вывод о том, что священство Милхиседека значительно выше левицкого священства. И в то же время еще он добавляет, что посредством левицкого священства не достигается совершенства. Иначе зачем бы еще нужен был священник по чину Милхиседека? Таким образом, он ставит этот персонаж Милхиседека и эту историю несколько особняком, не в одной линии с ветхозаветным левицким священством. Он говорит о том, что это другое, другое какое-то предстояние Богу, другое служение. И с переменой священства должна быть перемена закона, как он считает, автор послания к евреям. Соответственно, одно дело – закон и левицкое священство, и они никого не доводят до совершенства. А другое дело – Милхиседек, который неизвестно, откуда Богом поставляется, и там другой закон. И по-другому, не из левитов, все это происходит. Поэтому, говорит автор, Господь воссиял из колена Иудина, о котором Моисей про священство вообще ничего не говорил. Таким образом, пишет автор послания к евреям, «Подобно Милхиседеку восстает иной священник». Таким образом, он отвечает сразу на несколько вопросов, не только про специфическое, особое, другое священство Господа Иисуса Христа, но и на вопрос о том, а как это связано с Иерусалимским храмом, с кланом левицких священников, с первосвященниками и так далее, и тому подобное. Он говорит, вот это нечто вообще из другого пространства. Там вот вся эта иерархия, первосвященники, все прочее, 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 они там ежедневные жертвы должны были приносить. Иисус священник вообще вот по-другому, от Бога поставленный, как Милхиседек, неизвестно откуда, без роду племени, без начала, без конца, потому что он действительно входит во внутреннейшие завесы от нас и за нас и становится не просто посредником, а местом встречи человека с Богом. И снова он говорит, закон ничего не довел до совершенства, а до совершенства доводит только Христос, который священник по чину Милхиседекову. Лучшего завета поручителем сделался Иисус, как выражается наш с вами синодальный перевод. Больше, лучше, выше, можно любые эпитеты здесь применить, глубже завет, которого поручителем сделал сей Иисус. Автор имеет в виду, что есть Авраам и в его чреслах все его потомки, которые заключают завет с Богом. Есть Моисей и весь народ Израиля, который при посредстве Моисея заключает завет с Богом. Есть, может быть, Эздра и Инеиме и весь народ Израиля, который возобновляет этот завет с Богом через Эздра и Инеиме. Но настоящий, лучший, полный, какой угодно завет заключает Иисус. И этот завет, который через Иисуса заключается, он обладает превосходными свойствами. Он больше, лучше, глубже, полнее, чем все предыдущие. Просто потому, что в Иисусе действительно вся полнота правды Божьей, вся полнота завета с Богом. Через него этот завет заключается, потому что Иисус, как первосвященник, от нас входит в подлинный покой Божий, в подлинное святое святых, в подлинное присутствие Бога. Он имеет священство неприходящее, говорит автор посланника Евреям, потому что все предыдущие были смертные. И, соответственно, в какой-то момент кончались, надо было поставлять других священников. А Иисус, который умер и воскрес, его священство неприходящее. Таким образом, вечные, не требующие замены. Он может всегда спасать приходящих через него к Богу. Всегда. Потрясающее ведь тоже на самом деле слава. И Иисус может всегда спасать приходящих через него к Богу. И когда тебе страшно, больно, трудно, может быть, это те слова, которые надо вспоминать из священного писания в этот момент. И дальше автор послания к Евреям пишет, вот таков и должен быть у нас первосвященник. Снова он повторяет то, что в предыдущих нескольких главах он выяснил. Первосвященник святой, непорочный, не имеющий нужды приносить жертвы за свои грехи, а потом за грехи народа. Он совершил все это, принеся в жертву себя самого. И, соответственно, он первосвященник, которого слово Божье поставило Сыном Божьим совершенным навеки. Воскресенье. Продолжение следует... Продолжение следует...